МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдалеке от суматохи жизнь течёт своим чередом. Особо охраняемая природная территория, Гладышевский заказник, находящийся на дальнем краю курортного района, сегодня принял многочисленных гостей. В рамках программы по восстановлению популяции лососёвых рыб в акватории рек Заказника Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главрыбвод» выпустило 15 тысяч мальков атлантического лосося. Этот вид некоторое время назад повсеместно обитал в реках Заказника, которые связаны с Балтийской акваторией. Однако в конце 90-х годов прошлого века его численность сильно снизилась. Эти мероприятия направлены на восстановление численности атлантического лосося в реках Гладышевского заказника. Он создан в 1996 году именно для восстановления популяции лососёвых рыб, а также редкого вида моллюсков, пресноводной жемчужницы. Выпуск мальков лосося важен не только для восстановления популяции лососёвых, но и для восстановления численности популяции этой пресноводной жемчужницы, из этого редкого моллюска, который занесён в Красную книгу России». Особенностью жизненного цикла данного моллюска является то, что первую часть своего существования он проводит на жабрах лососёвых рыб. В частности, идеальными условиями для мальков лосося, а следовательно и для пресноводной жемчужницы, являются естественные природные пороги, которые в изобилии присутствуют на реке Гладышевка. Мероприятия по выпуску мальков данного вида рыб осуществляются в этом месте последние 15 лет. Вот такая вот милая рыбка, это Атлантический лосос. «Сегодня сотни мальков уйдут вот в эту речку. К этому приложим руку и мы обязательно надеемся, что эта рыба никогда не попадёт в сеть браконьеров». Часть рыбы сегодня была выпущена вручную сотрудниками заказника и специалистами учреждения «Главрыбвод». Однако основная часть мальков была пущена в воду по специальному рукаву, соединённому с автомобилем перевозки. Несмотря на то, что эти мальки были выращены на рыбоводном заводе, в частности, на Невском рыбозаводе, за последние годы были зафиксированы несколько возвратов атлантического лосося в эти реки на Нерест. В дальнейшем специалисты надеются на увеличение численности данного вида рыб, а пока приложат все силы для сохранения текущей ситуации. «Сейчас для инспекторов заказника Гладушки начнутся, наверное, по-настоящему горячие деньки, потому что в соответствии с правилами рыболовства существует запрет, который исключает любую даже любительскую рыбалку, любительский лов рыбы в течение 15 дней на расстоянии 500 метров от точки выпуска, от точки выпуска данной рыбы. Тем более, что, в принципе, желающие порыбачить и поймать даже такую маленькую рыбешку, они существуют, мы таких людей даже встречали. Сегодняшнего дня, наверное, круглосуточные инспектора будут дежурить и обеспечивать режим особой охраны вдоль русла реки Гладушки в том месте, где был осуществлен выпуск атлантического лосося.